В Москве, в самом ее центре, у стены старинного Кремля, стоит мавзолей Владимира Ильича Ленина. Место это бесконечно дорого советским людям. Сюда, на Красную площадь, приходят тысячи людей со всех концов земли, чтобы отдать дань уважения человеку, посвятившему свою жизнь защите обездоленных и угнетенных. Кадры хроники доносят до нас образ Ленина не только вождя, но человека простого, обаятельного, любящего людей и любимого ими. Они дают нам возможность увидеть живые черты основателя первого в мире социалистического государства. Свершенная под руководством Ленина Великая Октябрьская социалистическая революция стала крупнейшим событием 20-го столетия. Деятельность Ленина, его идеи оказали и продолжают оказывать большое влияние на ход мировых событий, на судьбы всего человечества. Притягательность Ленинского учения с годами лишь возрастает. Оно привлекает к себе миллионы людей в разных странах. Его многочисленные труды переведены на многие языки народов мира и издаются небывало большими тиражами. По данным Организации Объединенных Наций, Ленин, философ и мыслитель, сегодня самый читаемый автор в мире. Все, что связано с жизнью этого необыкновенного человека, вызывает неослабевающий интерес новых и новых поколений. Промышленный и революционный центр России. Начинается важнейший период жизни и деятельности Владимира Ильича. Владимир Ильич Ленин родился на берегу Великой Русской реки Волги весной 22 апреля 1870 года в старинном городе Симбирске. Теперь это город Ульяновск. Ульянов это фамилия Владимира Ильича, а Ленин его партийный псевдоним. В этом доме жили Ульяновы. Вся обстановка здесь сохранена такой, какой она была более 100 лет назад. В этой семье всегда царил дух любви и согласия. Родители и дети были единомышленниками. И все шестеро детей Ульяновых впоследствии стали революционерами. Борьба за социальное и духовное освобождение народа стала главным делом их жизни. Илья Николаевич и Мария Александровна Ульяновы принадлежали к передовой части русской интеллигенции. Отец, школьный учитель по профессии, многое сделал для просвещения своего края. Мать, умная, образованная и добрая женщина, оказала большое влияние на воспитание детей. Комната Володи. Привычка к простоте, воспитанная в детстве, стала характерной чертой и взрослого Ленина. Володя Ульянов с золотой медалью заканчивает гимназию. Казань. Здесь когда-то учился его отец. В 1887 году поступает в Казанский университет и Володя. Это один из старейших университетов в стране. Он славился своими демократическими традициями и высоким уровнем преподавания. Здесь работали всемирно известные ученые. Володя учится на юридическом факультете. Теперь такое время, говорил он, нужно изучать науки, право и политическую экономию. За участие в сходке студентов, протестующих против установленного полицейского режима в университете, Владимира Ульянова арестовывают. Местом высылки юному Ульянову определили деревню Кокушкино под Казанью. Первый арест, а ему немногим более семнадцати. В ближайшие годы будут заполнены для него непрерывной учебой, углубленной работой. Он самостоятельно изучает весь университетский курс. Он знакомится с теорией научного социализма. Изучает Маркса. Участвует в первых марксистских кружках по Волжье. 1893 год. Петербург. Ленин приезжает сюда уже зрелым марксистом, готовым к революционной борьбе. Столица царской России словно зеркало отражала жизнь страны. Безмерная роскошь знати с одной стороны. Бесправие и угнетение трудящихся с другой. Ленин сразу же включается в деятельность рабочих кружков. Его энергия, знания, талант организатора делают его вскоре признанным лидером петербургских марксистов-революционеров. В одном из таких кружков он знакомится с Надеждой Крупской, будущей женой, верным другом и соратником. В декабре 1895 года Ленина и многих его товарищей арестовывают. 14 долгих месяцев провел он в одиночной камере. Овладев тайнописью, он пишет статьи и листовки, создает проект программы будущей социалистической рабочей партии. Затем следует трехлетняя ссылка в Сибирь, в далекое село Шушенское на реке Енисея. Нет места глуши Шуши, дальше край света, говорили тогда о Шушенском его жителе. Здесь он прожил почти три года. Как всегда, много и напряженно работал. Написал более 30 работ по вопросам революционной теории, истории, политической экономии. Ссылка не оторвала Ленина от практической революционной деятельности. Несмотря на надзор полиции и строгую цензуру, он находился в постоянной переписке со своими единомышленниками. Частыми гостями в доме Ленина были местные крестьяне. Он был очень внимателен к их бедам, просьбам, часто помогал советами. Местные жители полюбили Владимира Ильича и Надежду Константиновну. Расставание с ними было теплым в те морозные зимние дни. В январе 1900 года кончилась Ленинская революционная деятельность. Но царское правительство запретило ему жить в столице и в больших университетских городах. Ленин вынужден выехать за границу. Долгих 17 лет проведет он в эмиграции, лишь изредка приезжая в Россию. Все эти годы он продолжает руководить революционным движением в России. Создает боевую революционную партию. Здесь же Ленин основал первую революционную газету «Искра». Она стала центром притяжения революционных сил. Владея многими иностранными языками, он пользовался собраниями 50 библиотек мира. Он пишет научные труды по философии научному коммунизму. В феврале 1917 года в России вспыхивает буржуазно-демократическая революция. Свергнут царь. Власть переходит к временному правительству, которое использует плоды революции только в интересах буржуазии. Народ снова не получил ничего. Надо было бороться за окончательную победу.